Моба от третьего лица. Бьюсь об заклад, у вас в голове уже была такая идея и вы хотели бы поиграть в такое, согласитесь. Наконец-то можно. Компания Epic Games даёт нам такую возможность. Всем привет, меня зовут Фил и добро пожаловать в Парагон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что Парагон один из таких. Во-первых, нужно понимать, что Парагон это не шутер с мобоэлементами, а полноценная мобо-игра, просто от третьего лица. Здесь есть три линии, крипы или миньоны, привет лол, башни и стратегическая глубина, как говорят разработчики. И причём не зря. Потому что когда я играл свои первые матчи в Парагон, я был уверен в своих силах, видел знакомую механику и всё бы хорошо, но не получалось. Игра воспринимается очень по-новому и кажется, будто ты вообще в первый раз на линии стоишь, но это и хорошо, потому что мне сейчас назвать игру казуальной просто язык не поворачивается. Ощущение полной свободы в контролировании своего героя в мобо-игре просто незабываемое. Управляешь ты героем напрямую, кнопками Wii и SD, а мышкой целишься. С одной стороны открывается очень много новых возможностей, например, нападение сверху или снизу, ты всегда можешь увидеть врага издалека, если местность открытая, тумана войны в игре, конечно же, нет. Но при этом все классические, так скажем, мобо-действия становятся совсем другими. Даже обычной автоатакой по крипам нужно целиться. Хорошо, что именно добивать крипов не обязательно, а достаточно просто убить. Основные умения нужно улучшать по мере прокачки уровня героя и в принципе никаких особенностей нет. Но что я заметил, в игре отсутствует таргет-система. Нужно самому рассчитывать удары и почти всё зависит от твоей точности прицеливания. И у меня возникло очень необычное ощущение, когда я играл в Парагон. Мне казалось, что я в какой-то MMORPG защищаю крепость от осады в PvP режиме. И я понял почему. Ну вы сами посмотрите, графика. Игра на фирменном движке от Epic Unreal Engine 4. И он создаёт очень реалистичную картинку. Конечно, за эффектами очень сложно следить, потому что это мобо-игра, всё происходит очень быстро. Но на самом деле матчи могут затягиваться надолго. То есть я отыграл несколько матчей, которые были больше 40 минут. Кстати, специально для этого видео я поставил самые эпические настройки, чтобы показать вам игру в лучшем свете. И с моим компьютером, характеристики которого есть в описании, игра выдавала в среднем 30 фпс. Вы можете посмотреть на вот этот счётчик, чтобы самим удостовериться. Но я не буду говорить об оптимизации, потому что я прощаю игре различные проблемы, баги, недоработки, потому что она находится в альфа-тестировании. Если не верите, то вот, посмотрите на нейтральных крипов в лесу, у которых ещё даже текстур нет, и большими буквами напоминается, что это ещё не конечный вариант игры. Но давайте поговорим, что уже есть в парагон. Например, валюта Эмбер, которая выпадает из крипов, героев, также её можно получать с помощью так называемых харвестеров в лесу, то есть они устанавливаются в специальных точках и автоматически накапливают валюту, и потом её можно забирать. Но зачем? Затем, что в парагон предметы заменяет карточная система, с которой нужно немного повозиться, чтобы научиться составлять колоды для героев. Но в целом всё понятно. Карты могут повышать физический урон, магический, или как тут его называют, энергетический, шанс крита, количество здоровья и маны и так далее. Уже понятно, что эти карты делают героев сильнее, поэтому возможности их надонатить нет. Есть специальная валюта, которая зарабатывается только когда ты играешь, и это хорошо. Я увидел главное. Парагон разрабатывается с расчётом на ваше умение играть, а не покупать. Это относится и к самой модели распространения игры, потому что уже этим летом планируется открытый бета-тест, после которого будет официальный запуск игры, и она так и останется открытой для всех, то есть на модели фри-то-плей. Ну а пока проходит альфа-тестирование, вы можете купить себе доступ к игре уже сейчас. Там есть несколько наборов с разной степенью внутриигровых плюшек, ознакомиться с ними вы можете на сайте игры, ссылка в описании. Ну и напоследок, если вы хотите больше роликов по Парагон, то обязательно напишите мне об этом в комментариях, я готов погрузиться в игру и рассказать вам обо всём подробнее. С вами был Фил, до новых видео.